пахи христос за молитву пожалуйста если есть вопросы какие-то можете задавать игнатий тихоныч на связи доброе миром игнатий тихоныч в общем у меня вопрос к вам есть геннадий пасты которого вы обратили в православие он был минонит вот и вот недавно где-то ну как это недавно год назад может быть чуть меньше какая-то он рожденный свыше я считаю ну его как бы их а вас характеристика ну что он говорил назвал вас духовным мостом и многое того подобного то он рожденный свыше а у него там по-моему год назад люди близкие его там прихожане или кто начали на него накидываться он что-то не так сказал что он не так сказал и почему у него так получилось что то у него так произошло что на него начали накидываться и так ли иметь его что ли что произошло и почему так что он мог почему он так мог ошибиться что ли из того что говоришь я процента 2 только понял кто переведет я говорю я говорю что геннадий паст вот недавно год назад где-то но я просто уже эту ситуацию точно не помню что на него начали накидываться многие что-то за что-то его говорится говорится клеймить но какую-то он ошибку будто бы сделал и все 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 мы молились за него что что чтобы господь дал ему устоять ну что что у него там произошло что его так начали говорится клеймить в общем два года назад я думаю ничего и не было он как раз проводил уроки там у тихона шевкунова был барнауле был это более ранее когда там он у антония епископа был он сказал о том как крестить люди приходят он учить там не надо то есть отец геннадий был полностью прав на сто процентов ему пришлось другому епископу уйти а потом уже вернулся здесь так что сведения не точны он кандидат там не два года назад год назад где-то потом наш шипси какую-то ошибку сделал меня прям слышал ну как этот был разговор какую-то ошибку сказал что-то ну в общем я не знаю на начали говорится на него нападе вы начали его защищать говорится ну не так говорит вот не знаю конкретно ничего ты не говоришь а вот это сказали там-то где-то время тратим только на это даже сказали слушай внимательно если все прошлом если даже и было еще раз говорю таких священников ахтест геннадий пас сегодня поискать да поискать надо согласно он вкусовина в кино не знает это бывший минонит немец преподаватель томского университета пришел сюда в моем доме обратился одна беседа до утра прошла и все все вопрос сняты нами так слушаю еще такой вопрос можно все хватит одного пока побереги себя дай другим место всех христос аллилуйя слушаю кто еще что хоть на дите хана с миром город игнати тихонович откровение 3 стих 15 говорит что о если бы ты был холоден или горяч вот вопрос из холодного можно ли стать горячим можно такое обращение вот касаясь меня я пришел к вере по страху божью ну вот чтобы была любовь и вот это вот рвение донести людям что иисус христос умер за нас что мы даже самый самый грешный человек может спастись через через веру через иисуса христа через его исполнение заповедей ну то есть вот вот это изменение может оно быть мы сейчас молимся все время чтобы господь позволил нам переиздать книгу которых которая является у меня ключом к другим книгам вот к истинному православию одна книга открытым оком каждая книга 752 страницы 30 томов у меня вышло 30 томов и 3 в электронной версии не изданы и на все это я отвечаю книгой для слова божья нету там подробно говорится в каком страхе мне пришлось жить я знал что я не спасенные а христе не слышал евангелия не было и как этот переход совершился у меня 27 сентября 1962 года в 1700 когда я работал на Балтике и в книге подробно все описано так что если ты желаешь это знать дай мне знать я тебе сейчас я скину эту книгу благодарю если если есть возможность ну книга большая вопрос на этот вопрос ответ ответ в самом начале в самом документах состоит что где как когда какая газета какое радио говорили там как мы строим деревню и прочее то есть книга является ключом для всех книг какие у меня вышли а вот где самая моя биография вот как раз этот ваш вопрос но не не будет человек отвечать если он не знает а у меня как раз этот вопрос и переменил всю мою жизнь я знаю что и притча соломона 17 если хочешь за прочитай о чем говорится для меня это переходной был ступенькой попроси кого-нибудь что быстро помогали искать что времени тратить начало мудрости тире все я на этом воспитан уже два года знал когда мне два два с половиной года было вот весь тебе ответ здесь а уже дальше для меня главное может такой говорится шорох навел мне стих в которой я запомнил наизусть сразу первые секунды евангелие от я на 8 44 быстро помогайте кто-нибудь первые слова будут говорится ваш отец вы хотите дела и его саму что творить считай вслух прямо по книге считать надо то ли библии ни у кого нет или что братья есть у кого под руками под руками но ответ я это услышал когда для меня это переломный пункт был а второе которое перетронула все повернуло в другую сторону двенадцать сорок восемь евангелие от иоанна вот сейчас тут священник один я не знаю здесь или он или нет бочков отец алексей голос подать если здесь это редкий случай такой он говорит зашел сюда меня узнал когда я здесь бываю то что бывает там на дворе где работаю и и он сказал его сюда направили он сам хотел этого и у меня первая встреча предлежит со студентами где-то студенты университетом институт что мне надо делать чего начать если человек так говорит это означает дерево будет расти и плодоносить и вот он там был и записал не знаю открыто записывалось или нет это у меня со слухом слабо я не могу ничего понять его слова поэтому я попросил ивана грибанова здесь он или нет и он и он вывел это в буквы на выражение в ворде и мне прислали это все это столько у меня времени нету но я все-таки сегодня решил закончить с ним там даже два ролика я говорю второй не делайте и вот как он говорил какие были ошибки сейчас я проверяю и выставляю места надо было вот так сказать а здесь правильно сказал в одном месте ему четыре места библии показал авторитет библии он там не устанавливает но видно что церковный работник работает а когда ты отвечаешь людям ты забудь кто ты ты лишь перевалочная база того что говорит господь люди пришли не ко мне вопросы задавать через меня не хотят узнать что говорит бог как я могу выполнить то что дух святой сказал все писание бога духовенна и писали святые божьи человеке будучи движимы духом святым рыбак петр знает и он там что где отвечает ну о покойниках там это освещают там все переделать и просто переделать я высвечиваю как надо местописание ему дают и то есть от трактат мне он один раз может быть больше мне некогда будет он первый раз в жизни идет и поэтому надо помощи оказать сейчас я ему оказываю и дальше дам концовку больше меня не трогать у меня времени абсолютно нету и иногда три часа с половиной ночи я уже за компьютером я уже сижу здесь вот сколько сейчас я который корректировку произвел полностью свои проповеди 290 проповедей пропустил за это время никто вот они поверят даже если вот эту неделю закончу будет 300 я по десятке скидываю на вячеслава оповещаю вас одно событие так говорится потаенное я на за то чтобы следующие то что у нас материал выходит а рассчитан на 6 томов проповедь во свете святой библии размер книг другой самое большее что у меня выходило по объему 823 страницы это проповедь стихах здесь будет 1320 страниц в каждом томе 6 но похоже что появится и седьмой я не знаю вячеслав ушел или нет я здесь да ну закулисное считай ну с нами в одной упряжке николай-то сироткин ты я ему сказал николай я еще сколько там есть сделаю пока до 123 занятия тематических ну седьмой том будет не уменьшать а увеличить буквы размер вещества все сделать давай заботься какие корочки будут и он за одну ночь сделал это вообще я не знаю какие таланты то у нас шестой показан рай как флаг родился думаю о небе и дальше другие показывать плоды и потом кончина белое престол белый 21 глава там 10 стих откровение а тут за этим идет как это показать уже как там есть и он мою фотографию сзади которая идет книги то он на первую переносит там полная а здесь такую расплывщитую как будто бы я уже с этим миром простился вообще это не даже не назвать талантом нельзя это просто дар божий талант любой но это вообще он меня так задел и какие там надпись он надписи делал я говорю ты сделай вот какую надпись он меня как-то недавно спросил а если потребуется какие качества у лидера должны быть он знает а вот надо местописание подтвердить и особенно на беспощадность ну я все это сделал ему за вечер теперь только надо сказать из тех которые я даю допустим четыре места писания да выбери один там него не помещается на корочки то ну и а мне-то охота было еще другое как в любом деле решается вопрос четыре вопроса вы знаете это это моя наработка первое значит что ищу телесного или духовного временного и вечного второе что скажет святая библия но дальше по порядку идет а что скажет моя совесть и четвертый вопрос последний не будет ли это соблазном для людей видите как глубоко берется это господь дает такое вот теперь на один то том как поместить это в отрывках так надо чтобы тогда местами писания подтвердить а то некоторые нападают не знаю даже лидером везде она крутость смирение да крутость смирение для спасения нужно лидеру которого руководитель 5 качества человека встречаются шестое почти ни у кого редко редко когда я вот сколько знаю кто произнесет какие качества лидеру нужно руководитель это предприятие в церковник в семье и лично в себе кто знает произнесите слух качество 6 качеств ну никого не слышно то ли у меня прервалась связь тут так первое воображение второе знание как знать сделать дом перестроить там что умение дальше и спощадность решительность решительность потом беспощадность и обаятельность привлекательность я по слова не моя хотя похожи но менять не буду как она есть потому что вот эти 6 это не мной придумано это американцы во время войны пришли к такому что убили полковника снайпер убил его готовится большое сражение и в атаку повел какой-то лейтенант почему вот вопрос здесь речь вот о лидерстве не о качестве которые нужны для спасения лидер это бывает и мирской человек директор завода да где угодно привлекательность и и они его и нельзя сделать потому что это человек взрывной одно слово не так и все понеслось он не может слушать ну то есть любой да и вопросы вот какое дело я когда прочитал это стал молиться об этом у меня стихотворение на эту тему написано прям все слова эти повторяются но я уже много лет муссирую эту тему и все убеждаюсь очень умная сказано очень умная это американские психологи там трудились над этим это нужно было и жукову и гитлеру и сталину всем если вы правильно делали в одном получилось скособочилась и все полетело так еще вопросов так ты на меня павел сейчас отдельно позвони я тебе книгу скину мне так легче тебе искать не буду да но я только брякну и сразу тебя отошлю ты только сразу считай я время трачу на это и ты увидишь как я пришел к богу вот это первое мое общение было как огонь во мне вспыхнул и на утро все знают меня такое учусь член совета как на кораблях но везде меня выдвигают то есть я шел выше программа вот представь сложная такая программа учиться там где-то высшее мореходное училище я сразу добиваюсь разрешения на три курса сдать по выбору комиссии на одном иностранных языков все предметы но найди кого-то здесь в жизни где-то найди кого-то чтобы он там работал и так вот когда бывает все отключено и они передают флажками азбуку знают и отдельно азбука на английском языке я еще только первом курсе учусь и уже все это изучаю ясно дело что я на большом учете у них стоюсь и сразу же меня когда я обратился стал свидетельствовать в первый день 27 сентября весь караван кораблей узнали что лапкин сошел с ума во награда какая то есть я всю свою биографию перерубил пополам это все благодать делает божия и человеку то не сделать тут мы видите не открывай 844 евангелия тяна не открыли 1248 не открыли а там ответы ну все вопросов нет отхожу аминь спаси христос все закрылся дашь на меня согнал аллилуйя аминь спаси христос